Блядь, как на долбоёба на меня, нахуй, что ты несёшься, что ты, блядь, дёргаешься, но бежал-бежал, остановился, назад пошёл. Я, блядь, набрал штук пять, наверное, а мне эта продавщица говорит, а что ты взял, пошёл-то нахер отсюда. Санкт-Петербург, либо солевой. Или же солевой Питер. Да, мужики, что у нас там? А, где что? Здарова, мужики, доброе утро всем, что у нас в воскресенье, а какое число, Римон, сегодня? 31 марта. А, 31 марта сегодня? Ну, последний день, получается, да? Месяца. Последний день месяца, вот. Сейчас, пацаны, чтобы не это, ни в кого не засадиться, развернусь. Что у нас было вот по плану? Ничего, никаких не своих клиентов не было, никто ничего не писал. А, получается, сегодня утром с клиентом тут удалось договориться. Ну и вот к часу договорились, едем с Димой. Всем, кто будет смотреть данный видеоролик, желаем приятного просмотра. Все, кто будет кушать, приятного аппетита. Все, кто будет попивать чаек, приятного аппетита. И просто хорошего дня и настроения вам, друзья. Вот, у Димы тоже прикол произошел. Я, смотрите, мужики, ему пишу, получается, с утра на WhatsApp, типа, ну, Димон, подходи чуть ко мне пораньше. Мы 12 договорились, вот, а ему пишу в 1.40 подходи, смотрю, недоступен, как бы. Ну, типа, недавно был написано, но это, ну, не прочитано сообщение. Я ему давай звонить, телефон отключен, думаю, о, блин, что за херня, думаю, ну, может, мало ли, телефон разрядился. Как-то так, ну, Димон рассказывает. По итогу телефон забыл вчера о машине на панели. Вот здесь, где он частенько стоит, вот, заряжается, лежит. Короче, что, друзья, вышел с машины. Брат уже стал отъезжать, смотрю, получается. А он на светофоре остановился. Ну, думаю, сейчас, блядь, успею. Да, да. Побежал к этому светофору, блядь, зеленый загорается, он поехал, ну, понятное дело, не увидел, там, и так далее. Да, я не смотрел, мы домой за долго не едем, а сколько мы там? Было уже около 12 часов ночи. Да, около 12 часов было, но... И вот, короче, ну, и мне так же уже не до телефона было, и, блядь, вообще. Короче, ну, как-то так. Да, и люди... Смотрю, а люди, получается, шли на тротуаре, на тротуаре, на пешеходном. Ну, куда ты несешься? Блядь, как на долбоеба на меня, нахуй, что ты несешься, что ты, блядь. Ну, это бежал, бежал, потом остановился. Бежал, бежал, остановился, назад пошел, блядь. Да, это ведь, блядь. Ну, такая история, мужики. Да, чё, как по плану, мужики, вот этого клиента перевезем, будет порох в пороховницах, подключим Яндекс, может, там что-то удастся выполнить. Ну, а вы уже сможете увидеть это все в видеоролике. Ну, а мы это здесь и сейчас проживаем, сами не знаем, что там, как будет, и так далее, вот. Поэтому, ну, всё, пацаны, погнали. Погнали. Вчера день сочный был, день смачный, суббота выгнулась, вот. Ну, и устали нехило, потому что, во сколько мы клиенту, в 10? Да, в 10 мы начали, и, грубо говоря, в 12 только домой приемли. Ну, вот как-то, да. Всё, мужики, всем желаем приятного просмотра ещё раз. И начинаем. Да, и начинаем. Приехали, мужики, в Новостровичку. Вот. Сейчас по возможности покажу, что будет к переезду, к перевозке и так далее. Ну, как-то так. Пойдём работать. Ну что, мужики, загрузили первую партию этого лютого стиля, этого лютого уровня. Всё, как обычно, всё, как всегда. Лифты грузовые, лифтов много. О, две штуки целых грузовых. Чё, пацанам можешь показать? Лайфхак. Лайфхак, как остановить лифт, чтобы его не ломать. Да, мы и так делаем. Вот, видно. Вставляем между кнопкой и вот этим вот отверстием, чтобы кнопка была нажатая. Да, зубочистка. Задерживалась. Зубочистка и всё. Да. Потому что не везде датчики есть. Не везде есть датчики, да. Не везде есть парковки лифта. А таким образом лифт не ломается и задерживается. Да. Верно. Всё, поедем на низ спускать вот это вот. Вступил в силу новый закон о такси. Поэтому Эксперт Парк недавно запустил программу для работы парковым самозанятым. Эксперт Парк – это крупнейший партнёр Яндекс.Такси и Яндекс.Заставка в России, а также сотрудничество с Яндекс.Едой. Если вы хотите работать легально и ищите надёжный парк прозрачными и выгодными условиями работы, я рекомендую вам Эксперт Парк. Эксперт Парк 2.0 – это сниженная комиссия, а именно 40 рублей в сутки. Также автоматические ежедневные выплаты без комиссий. Это 4 сервиса моментальных выплат с минимальной комиссией в 2%. А также бонус за каждого привезённого друга в размере целых 1500 рублей. Также присутствует круглосуточная квалифицированная техподдержка, а также колл-центр. Также есть возможность работать как физическое лицо с комиссией парка всего лишь, друзья, 50 рублей в сутки. Если же у вас остались какие-либо ещё вопросы, то обязательно обращайтесь в техподдержку парка или же звоните в колл-центр. Все контакты я оставлю под этим видео. Обязательно подключайся и работай с лучшими. Вот так, мужики, вот такая вот загрузка получилась. Дмитрий, как обычно курит, а пацаны чинят велики. Ну, как-то так, выезжаем на разгрузку. Всем удачи, всем пока. Вот. Так, мужики, вот такая вот загрузка получилась. Что сказать? Да не знаю, что сказать. Ну что, ну 2 часа огрузились. Ничего тяжёлого, но 2 часа огрузились. Много мелочей. Из-за большого количества вещей. Да. Вот, на выгрузке будет седьмой этаж, и лифт будет только пассажирский. Верно. Некоторые позиции туда не влезут. Ну, не знаю, буду подснимать, не буду. Посмотрим по настроению, как пойдёт. Как-то так, мужики, едем. Короче, работать. Поедем. Не пыль с брюк сряхивать. Ну и всё. Так, мужики, ну и ехать нам до точки B, показывает по навигатору, 18 километров 40 минут. Да, бутылки вау. Получается, в полчетвёртого уже будем там. Да, по первому. Поехали. Чё, мужики, смотрите, какой у меня шикарный брат. Что это, как вы думаете? Шоколадка, мелкий уэй. Милки вау. Уже, понимаете, слюни, она уже, даже, гляньте, разломалась, как будто бы на 2 части. То есть, получается, я за 2 захода должен её уплести. Должен её надкусить уже, да. Да, уплести. Да. В общем, мужики, почему купил и почему вот так вот получилось. Смотрю. Да, Дмитрия перебил, пока мысля не ушла. Чё, вот только что похвалил же я, Дмитрия. Ну, Дмитрий, на этом порция похвалы для вас закончена. Остались только ебухи ваши. Поэтому будьте осторожны. Короче, смотрю, в Дикси зашёл. А там эта херня, короче, действует на них акция. Они там по 20 с чем-то рублей всего лишь по акции. А мы же акционеры. А я, блядь, набрал штук 5, наверное. А мне эта продавщица говорит, а чё ты взял? Пошёл ты нахер отсюда. По акции только 2 можно взять. Типа, я говорю, а если в нескольких чеках? Нет, всё равно, пошёл ты нахер, только 2 можно взять. Ну, ладно, говорю, давайте две. Одну плёпу как брат ушёл утром, а вторую вот сейчас вдвоём оплетём. Вот как-то так. Да. И мы, пацаны, акционеры. Потому что покупаем всё по акции. Так, мужики, поскольку в лифт всё не влазит, Саша поднял одну вот такую уже вручную, я подносил коробки. Нам жарко, у нас лето. Мой покусанный гольфик, обкусанный, обвоненный, дырявый весь. Висит, болтается, сушится на солнышке. Вот, ну а мы тем временем будем. Да, дима, подержи лифт. Загружать лифт. А я ведь коробки за водяр. Ну, как-то вот так, мужики. А то лифт не фиксируется нигде. Ну что, мужики, выгрузка прошла успешно. Ну да, 17.40 на часах. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем в Яндекс включиться драйв. Ну да, еще как будто чуть-чуть какой-то порох остался. На пару спичек, там, не знаю. Пару зажечь спичек. Как будто бы что-то еще приводили. Один до два заказа, макрит, пацаны. Если опять же даст. А даст, не даст. Вы уже сами видите по таймлайну. И плюс воскресенье, пацаны. И плюс еще и воскресенье. А сейчас еще, пацаны, вот, получается, одену свой дырявый угольфик свой. Да, а я пока двери закрою. Вот. Одену свой дырявый угольфик. Обкусанный. Покусанный вот такой. Я вам уже показывал его. Вот такой вот. Мощный угольфик. Ну и все. И поедем. Будем выезжать потихоньку. И попробуем выйти на линию. Алло. Да, алло. Здравствуйте. Водитель Яндекс. Подскажите, пожалуйста, вот, а что у вас будет к перевозке, что нужно сделать? Коробки, коробки на сортировочный склад-то зона. Так, на сортировочный склад-то зона. Понял у вас, а сколько коробок? 37. Так, 37. Понял. А откуда нужно будет спускать на погрузке? Нет, спускать не нужно. Тут пристройка такая подвальная. Ага. Вот оттуда будем грузить ничего. Ага. Понял. Ну и мы потом там это все разгрузим, да? Примерно на точке. Понял, понял. И мы потом это там все разгрузим, да? Да, там можно запускаться и все. А, и все, да? А подскажите, нужно будет там что-то, какие-то, может, бумаги, что-то, ну, как бы, ничего такого не надо, да, будет делать? Ну, там имею в виду. Нет, вообще ничего не надо. Просто к воротам подъедем. Ну, все шикарно устраивает. Давайте летим, ожидайте тогда. Принято. Так, хорошо. Пожалуйста. Поедем, сделаем, мужики, почему бы и нет. Нет, да мы там вроде бы. 30, сколько там, 7 коробок. Вот. Сейчас, как приедем, покажу. Да. Сколько нам подъехать? Один минут 10. 12 минут и 6 километров. Ну. А дальше? Поедем. У нас есть еще раз. Да, наверное, только сейчас обратил внимание, вот этот тренд-цартер, да? А, он с будкой, как газель. С будкой под пандусом. А, никак как с регионом. Не, не, не цельнометаллический, а с будкой под пандусом. Понимаю, вас часто спрашивают. Все, давайте, нормально. Сделаем. Хорошо, принято. Вот так вот, пацаны, загружаемся. Получается, смотрите, какая суть. Нужно оставлять по городам, чтобы было потом удобно выгрузить. Ну, на зоне, если кто-то был, тот шарит. Вот, тот шарит, да. А здесь, получается, что у нас? Санкт-Петербург? Росток-на-Дону, Жуковский, Санкт-Петербург, или же Солевой Питер. Кому как угодно, кому как удобно. Вот так вот, мужики, работаем. Так, мужики, по количеству. Вот такое вот количество. Сейчас. Мягко, мягко. Вот. Ну, штучек 37 на самом деле. Ну и все, и поедем. Все, мужики, как вы увидели, загрузка прошла успешно. 3 600 грязными пока показывает. 3 600 показывает грязными. Что-то едет в Солевой Питер, что-то еще куда-то. Как-то так. И ехать на точке разгрузки, друзья, 15 километров 45 минут. Да, именно так, пацаны. Солевой Питер решает. Бывает еще Солевая Москва, но здесь, к сожалению, такой партии не было. Сегодня не было. Все, поехали. Приехали, мужики, вот Москва-то зона. Сейчас быстренько выгрузимся. И покажем вам эту смешную стоимость. Как-то так. Да, мужики, что у нас там? А, еще. Хотел что-то сказать, и вспомнил, что уже гладил. Привезли коробки для Солевого Питера. Ну и не только для него. Вот. Как-то так. Ну, вы их видели уже, я уже показывал им тоже их. Поэтому, не знаю. Все, мужики, выгрузились. Заказ будет оплачен. Гручили с посылкой. 4 тысячи 17 рублей получилось. С этого заказа. Ну, неплохо. Все, мужики, на этом моменте мы отправляемся домой. Да, по Яндексу сами видели, вот. Реально, буквально, мужики, чтоб вам не соврать, ну, минут 15-10 прошло как-то сразу. И вот с двумя грузчиками. То, что вы понимаете, да, что смысл там брать, за эту тысячу везти, тут хоть каких-то получишь тоже смешно. Ну, вот и свой клиент, а этот Яндекс один заказ сегодня выполнили. Ну, и все, мужики, какая там стоимость была. Сами знаете, фигачим каждый день. Вот. Работа есть, работы хватает у нас. Поэтому, что, мужики, такой топовый стиль, такой топовый уровень. Все топовое, все самое вкусное. Хочешь мяса? Заходи на этот канал. Хочешь говно, петрушку? Ну, тогда на другой. Да. Все, братец. Что там по стоимости было? Обнял, поднял. Для любителей посчитать деньги. А, ну, что, короче, получается, для любителей посчитать деньги. Тот заказ почти 3 тысячи, да, у нас вышел. Не, ну, с Яндексом, да. С Яндексом-то там понятно. Ну, 3 тысячи, да, Яндекс. И 12 тысяч рублей для заказчика стоил вот данный заказ, с которым мы выполнили. Ну, как-то так, да, мужики. Такое воскресенье, вот, в принципе, да, все. Да, и в принципе, и все, ну. Спасибо за просмотр данного видеоролика. По традиции оценивайте его лайками, оценивайте его дизлайками. Кто-то подписывайтесь, кто-то отписывайтесь, там, ну, все, как всегда, короче. Да, ну, лучше подписывать. Потому что все топовое, все самое вкусное. Потому что все топовое только здесь, и оно и будет здесь, и оно, блядь, будет, пацаны, нахуй, бесконечно, без конца. Все, друзья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok